Президент Казахстана прибыл с государственным визитом в Узбекистан. В рамках этого визита запланированы переговоры с президентом соседней республики. Будут подписаны десятки совместных соглашений, предусматривающих в том числе создание совместных предприятий, углубление промышленной кооперации и новые поставки товаров. Динара Женбатырова продолжит. Утро по самолёту главу нашего государства лично встречает президент Узбекистана. Знак особого уважения. Впрочем, значимость не только рабочих, но и личных отношений читается в жестах. Тёплое узбекское гостеприимство компенсирует пасмурную погоду в Ташкенте. Это тот редкий случай, когда город назвать солнечным невозможно, но всё же узбекская столица окутывает теплом и уютом. Все время на фоне государственного визита проходят бизнес-контакты, да такие, что за ними наблюдает весь центрально-азиатский регион. Побиты все рекорды по количеству подписанных соглашений и меморандумов. 40 документов на 2,5 миллиарда долларов только на правительственном уровне. В планах подтвердить договорённости, автографами и в присутствии глав государств. Ещё на 6-7 миллиардов, а это значит, что нынешний товароборот в 4 миллиарда уже в следующем году. Вырастет в разы. Большое соглашение будет подписано здесь инвестиционное по строительству в Новои Фергане завода по производству удобрений. Там участвует Косфосфат с казахстанской стороны и с узбекистанской стороны предприятия соответствующие. Казахстан с компанией ERG и узбекское предприятие строительство электростанции угольной 2 гигаватта мощностью. Это 5 миллионов тонн поставки угля с казахстанской стороны, 3 тысячи половагонов, 25 тепловозов. Главы государств нам дали поручение довести товароборот до 10 миллиардов. Я думаю, в этом году мы уже отметку в 5 миллиардов пройдём. Пока такого уровня подписания у нас в взаимоотношениях не было. По подписанным документам Узбекистан поможет нам пережить сезонный дефицит фруктов и овощей. Почти на полтора миллиарда подписан документ в сфере АПК. Из Узбекистана в Казахстан придут технологии по текстильной промышленности и машиностроению. Казахстан, в свою очередь, построит современный мультимодальный транспортно-логистический центр. Договорились стороны вместе развивать геологоразведку и энергетику. Рассматриваем возможность организации производства. Инвестировали почти 15 миллионов долларов. У нас несколько совместных проектов. Работают сотни сотрудников. Мы выиграли контракт здесь, в Узбекистане, с узбекскими железными дорогами на 27 миллионов долларов. Помимо бизнеса, мощная кооперация идёт на культурном уровне. Накануне визита к СМЖ Марта Токаева в стране открылась выставка, посвящённая Абая Кунанбаеву. Спектакли о его жизни и богатом творческом опыте показывают в театрах Узбекистана. Представляете, у нас оказалось, что желающих участвовать на данном мероприятии было намного больше, чем тех участников, которые зарегистрировались. Очень большой интерес к взаимному сотрудничеству. Но самое главное, надо обратить внимание, что и культурный мост у нас становится всё важнее, крепче и больше. И это очень важно. Мы народы с едиными корнями, с очень древней историей. Возложение цветов к монументу независимости и гуманизма не только часть протокола, но и дань уважения истории страны. Завершился первый день визита посадкой дерева на аллее почётных гостей в резиденции Куксарой. Первый день госвизита Касым Жумарта Токаева в Узбекистан, можно сказать, получился протокольным. Учтены все важные детали высшего на дипломатическом уровне визита. Второй день обещает быть насыщенным, а значит, более плодотворным на результаты. Стороны намерены запустить совместные инвестиционные проекты и заложить кирпич на новые производства. Динар Жамбатырова, Ирлан Наурсбаев, Дельмурад Сейдаханов. При поддержке телерадиокомплекса президента Казахстана. Ташкент.